Рекламно-информационная программа Далеко в космос И вот вернулся счастливый и довольный С днем рождения, Владимир Спасибо, Владимир Смотри, какая погода великолепная Сегодня в честь твоего дня рождения Словно небо Оплакивает Еще один год Ушедший В общем, так и хочется затянуть Хэби бюзды Но в миноре Ты все равно идешь в мажор Так она же мажорная песня Да, да, да И там звуки Судьбы, которая стучится Ну ладно Не будем раскрывать тайну Сколько Владимиру Маматову сегодня лет исполнилось Печальную тайну Слушай, но если Еще раз Хотя бы еще раз Забот Вятич будет нас На протяжении этого времени Радовать новинками Преподносить приятные сюрпризы И так далее Ну, я намекну, что Минимум полвека Впереди Такой счастливой Солнечной жизни Давай поговорим Все-таки О приятном начале День рождения Что подарили, возможно Какой-то приятный момент Преподнесли Пока ничего Нет, пока ничего Видимо, еще не вечер По крайней мере Ну, с подарками Ты знаешь, честно говоря У меня никакого героического желания Отмечать нету То есть, ну, как бы день и день Как в композиции Ленинграда А я свой день рождения Не буду справлять Не буду справлять Да, да Слушай, ты опять практически угадал Нецензурная фраза Да, там несколько Ну, ладно Я поздравляю с тем, что Компания вышла на федеральный уровень В очередной раз Да Давай поделимся поподробнее Что произошло Для тех, кто не в курсе Мы решились И, наконец, вышли С эфиром на Эхо Москвы Но уже не кировская А федеральная То есть, мы будем там каждую неделю То есть, я, естественно, буду Да, как спикер от завода Вятич То есть, и попробую достучаться Собственно говоря До московских уже ребят И, в частности, до владельцев Торговых сетей Уже непосредственно До правительства До министерства экономики Министерства сельского хозяйства И так далее Потому что очень много тем Вятища, которые не решаются На региональном уровне Это отдельная песня Почему и как они не решаются Второй момент Это то, что Те, кто принимают решения В нашей стране Это Москва, конечно Вот мы попытались Аккуратненько Начать, не спеша Рассказывать о том Что у нас сильно бобо Я еще анонсов в эфире Федерального эха не слышал Может, сейчас поделимся Что это будет за передача С какой периодичности Она будет выходить Анонс уже ты мог видеть Видеть? Да, они есть на сайте Первая передача Прошла в понедельник 11.08 было Да, напоминаем То есть по понедельникам Будет вся эта история? Нет, там плавающий график Но мы, скорее всего Укатаем, уточним его На октябрь И уже сможем Сетку саму вывешивать Ну, я бы не сказал Что это первая передача Была совсем шедевром Изобразительного Художественного творчества Но терпимо Терпимо Я не в восторге Но считаю Что неплохо На самом деле В записи потом Это все выкладывается Можно на сайте найти? Темы ты предлагаешь? Да, конечно Формулируешь? О чем будем говорить В каждой передаче? Ну, естественно Это проходит И сито юристов Эхо Москвы Причем юристы Они, в общем-то Родственники фашистов Насколько я понимаю Что у нас на заводе Что на радио То есть они безжалостно Это говорит Об их высоком профессионализме Если они Это говорит О шаблонном мышлении О том, что они всего боятся Нет, они просто Они делают очень просто Всегда Они говорят, что Этого нельзя Но что можно вместо этого Они не знают Но лучше этого не делать Говорят они А предлагайте А что можно тогда сделать А видимо ничего нельзя Допустим, когда речь идет О пресс-конференции Путина В декабре 2014 года Где я умудрился выступить Да Вот То там же упоминалась Торговая сеть Да Да И совершенно конкретно Было сказано Что упоминать торговые сети Без письменного разрешения Торговой сети нельзя Я не стал оспаривать Это было мало А кто должен брать Это письменное разрешение Тот человек, который Хочет в интервью упомянуть Или радиостанция Совершенно правильно Тот человек, который Хочет в интервью Поэтому мне приходилось Какие-то чудеса Эквилибристики Типа Сеть родом из Франции На А начинается На Н кончается Четыре буквы Рифмуется с банан Ну да Вот И даже про Студенникова Который у нас Владелец Красного и Белого Там же Хорошая реприза была Когда Студенников уже переехал Из Челябинска в Москву А в офисе в Челябинске У него стояла Ява Ну Ява Которую он любил Там молодость Мотоцикл Мотоцикл Конечно Вот И Студенников перевез В офис в Москве Эту Яву Я ей говорю Что Сергей Петрович Дорогой Ты вятский Так вас Поставь В свою сеть Мы тебе Этих мотоциклов Тобас Че купим Три Четыре Пять штук Купим Нельзя было говорить Тем более у нас история У региона такая Мотоциклетная Есть страничка Нельзя было говорить Ява Нельзя было говорить Студенников То есть Вовсебство абсолютно Но в целом Что-то интересное получил Насколько Долговременным Сотрудничество будет С федеральным Посмотрим до конца декабря То есть до нового года Еще раз Поподробнее Какие надежды ты возлагаешь Непосредственно Выходя на федеральный уровень Мне нужен отклик От торговых сетей Отклик от правительства Я имею ввиду В первую очередь Минэконом Минсельхоз Федеральное ведомство Да Федеральное ведомство То есть И в целом И Самая главная задача Это методичное Равномерное Информирование Населения Народа Слушателей О том Чем отличается Вятский квас От всех остальных Он действительно Отличается Это последняя НТВшная экспертиза Окончательно показал И Чем отличается Вообще Вся продукция Вячи Включая Естественно Любимая Нами с тобой Безалкогольное Пиво Ну Мы же говорим О вполне Рациональных вещах Мне так и тянет Задать вопрос По поводу стоимости Этой всей истории Ну естественно Это все не бесплатно Это не бесплатно Но Я не могу Конечно На прямую Интеллигентность Не позволяет Но как на твой взгляд А правда Стоит это того А правда А правда А правда Абсолютно Затраты моральные Материальные В первую очередь Потому что Ценник Деньги За которые Был как-то Идиотский Прости господи Идиотский Совершенно Пассаж На тему Того Что интервью Курагина РБК Ну помнишь Эту историю Когда У Ильи Курагина Интервью Браво РБК Да 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 Мы говорили Об этом Сейчас с эхо С моими выходами На эхо Москвы На московской Там сумма Абсолютно Адекватная Ничего там Чрезвычайного Нету Она приличная Но не катастрофичная Все То есть мы посмотрим Вот за эти Несколько месяцев Удастся ли нам Продавить ситуацию Удастся ли нам Повлиять на аудиторию Потому что Ну по первой передаче Сказать ничего нельзя А как договорились С москвичами Они в каком виде Будут транслировать Вам обратную связь Если будет какая-то Реакция Нет Все равно же им Как-то в редакции Будут писать Мы это увидим По одной простой причине То есть вообще говоря В моем понимании В нашем мире Двигаться по одной Информационной дорожке Это не целесообразно Есть такое Я не люблю Это слово Но оно отражает Ситуацию Омниканальность Когда ты задействуешь В рекламном сообщении Сразу несколько каналов Вот именно такая работа Примерно и должна Осуществляться То есть ты когда говоришь О торговых сетях Ты конечно обращаешься Через эхо маску И допустим Обращаешься к ним Обращаешься непосредственно К владельцам Одновременно Ты обращаешься К топ-менеджерам Этих сетей Но уже телефонные Уже переписки И так далее То есть у тебя Самые разные варианты Самые разные Ты просто Грубо говоря Это информационное давление Информационная компания Которая не должна Не тормозить И не должна Самое главное Замыкаться В каком-то одном формате Вот Например Как-то был Разговор на тему Уголовного дела Вяча Надо по-прежнему Длиться Продолжается И Я Также на эхо Вот здесь На кировском эхо Обмолвался о том Что ребят Ну Если все-таки Доведут это дело До каких-то Судебных результатов Да Хотя сейчас По-прежнему Круг неустанованных лиц Вообще непонятно Чем это кончится Вот Но если Обвинение будет Предъявлено В этот момент Мы просто Элементарно Начнем нормальную Информационную войну Причем В этой информационной войне Я гарантирую 100% Могу подписаться Кровищно называется Я точно знаю Что все силовики Проиграют По одной простой причине Они никогда Этому не учились У них нет Таких квалификаций Нету И Эффективность Того Что будем делать мы Она на порядок Будет больше того Что будут делать они Пока Развязываться Или ввязываться В информационную войну Ты не считаешь нужным Смотри То есть У людей Есть возможность Сохранить лицо Сохранить лицо Аккуратно Уйти Закрыть эту тему И все Благополучно Закрывают глаза Забывают Об этой ситуации Ее как бы И не было Хотя она Попортила нервы Вячи Основательно Кто занимается СУ СК Нет СК Открестился От этого Открестился Я просто что-то давно Не заглядывал Не освежал в память Это очень просто То есть СК В свое время Когда им принесли В СК Эти материалы Я сказал Нет Ребята Это тухляк Это абсолютный Глушняк Это дело Никогда не будет работать Как говорят у нас Вилами на воде Да Это в суде развалится СК Открестился МВД Вот с этого момента Все и начинается И еще раз То есть Если Хватит Как бы Ума И сообразительности Как у птицы Говорона В мультфильме Чтобы уйти в сторону Ни в коем случае Там никаких Громких вещей Не надо делать Просто уйти в сторону Аккуратно Это дело Закрыть Положить под сукну Забыть Вот это будет Самое правильное Приличное Ну если нет То нет Что делать В общем Подводя Небольшой итог Тому о чем мы говорили Последние 15 минут Выход Вятича И конкретно Владимира Маматова На федеральное эхо Следите в общем За сеткой вещания За анонсами Владимир Маматов Будет звучать Не только в эфире Кировского эхо Но и федерального Далее переходим Вернее продолжаем Ту тему Которую мы начинали При предыдущих наших встречах Неоднократно говорил ты О том Что будет организован опрос И называл сроки Которые уже вроде как подошли Или вот-вот подойдут Для этого самого опроса Вторая половина сентября Последняя декада сентября Начало октября И все это Будет связано с Подготовкой нового сорта Безалкогольного Разумеется От компании Веч Ну что Что происходит Смотри Мы находимся В приближении Счастливого дня Когда мы сможем втопить То есть мы Что именно Уже выпустим сорт Или втопим Социологические исследования Социологические исследования Но мы повернем его Скорее всего Под другим углом Чем было до этого Раньше мы опрашивали Вот что бы хотели люди Видеть вообще Сейчас мы будем Задаваться вопросом Вот эти вещи Эти вещи И эти вещи Подходят ли они людям Потому что у нас есть Наметки на то Чтобы вытащить Один из рецептов Рецепт на самом деле Датируется 73-м По моему годом 1973 Не 2000 Ну мало ли Как комсомольцам Послание в капсуле 73-м Значит нет 1973 год Мы нашли этот рецепт Они выпускали Я имею в виду Вятич тогда Еще при совке Выпускал Очень маленькую партию Так А можно поподробнее Что это за продукт К сожалению Рано Ну как он назывался Он тогда В то время Не буду тебе рассказывать Ничего Ничего рассказывать не буду Это уже рекламный момент Который подождем Как говорил один товарищ Точнее герой одного товарища В одной книжке Стив Ларсон Помнишь такой свет Который написал Трилогию Миллениум Вот у него есть Замечательная фраза Журналиста Этого главного героя Майкла Микки Бумкиста Он выдал там Замечательная Прекрасная фраза Я очень ее люблю Для Хорошей публикации Для публикации Существует 25 неправильных моментов И одно правильное Вот точно так же Для начала рекламной кампании Нужно одно правильное У меня так и тянет Вот прости Если это был 73-й год Накануне 74-го года А 74-й Это было 600-летие города Возможно Это было как-то связано Ты абсолютно прав Абсолютно прав Сорт выпустили Очень небольшим тиражом Он не пошел Не пошел Не пошел То есть там были ошибки Я понимаю И в позиционировании И в аудитории И немножечко И в самом рецепте Там косичнули ребята Но рецепт нас заинтересовал Потому что У нас практически Никто с этим не возится Слушай, а как он хранился-то вообще? Это как вот В каких-то фантастических фильмах Какая-то обугленная бумажка Которая лежит в сейфе Не-не-не Ну что-то Там же просто есть В архиве все это В архиве предприятия Конечно Нет Выкопали этот рецепт Привлокли его буквально Неделю назад Там как бы сначала Было большое недоумение Потому что Никто не делает И непонятно Захотят ли наши люди Это то есть Кировские Это все То есть Ну вот Собственно говоря Мы и проверим Сварили опытные образцы Мы их попробовали Вот в четверг Последняя дегустация Будет как раз Если в четверг Скажем Окей Это интересно Да То тогда Займемся опросом То есть Если опрос покажет Что да Все варим Слушай какая удивительная история То есть Уже Вятич в 2020 году Сварил партию Пробную Да По рецепту 1973 года Володенька Смотри Пробная партия Это имеется На мини пивоварнике Ну я понимаю Да Где варятся все образцы Ну То есть там объем То небольшой Ну я понимаю Да Вятич Не-не-не Я понимаю Что не для продажи Для себя Там Даже не для себя Там для дегустации Для дегустации То есть Откопали И вот собственно Почувствовать Да этот Пятидесятилетний Вкус Чтобы понять Да Как он в современных условиях Пойдет Не пойдет Да То есть мы Вот сейчас будем решать Что именно мы спросим В каком ключе Потому что там есть Несколько заставляющих То есть Анекдот Двойной То есть Во-первых Это старый рецепт То есть Меня подмывает Все-таки сделать Back to the USSR Да То есть Подмывает Несмотря на то Что Вот советская То есть обыграть Эту историю Да Советская символика Все остальное Это как бы Ну для молодого поколения Это не очень интересно В принципе То есть они Вопрос Мы зарядим Скорее всего Мы зарядим Вопрос И Back to the USSR И зарядим Старый рецепт Ну то есть Вопрос в том Что вот эта вещь Насколько она будет Интересна То есть там есть Достаточно глубокие Корни у всего этого Потому что На самом деле Если проследить До конца Эту рецептуру То это примерно 1809 1712 год Ох ты Более 200 лет назад То есть это Абсолютно Патриотическая вещь Если мы ее Правильно Сумеем позиционировать Если мы сумеем Правильно продумать Подачу То ну И дальше Уже вопрос Как это реагируют люди Потому что Если вдруг Выяснится Что это не близко Не интересно Это скучно И вы придумали Это в своей голове То ну Придется видимо Что-то другое делать Потому что Ну Надо Надо выпускать Какой-то сорт Хороший Интересный сорт Надо делать Надо развиваться Потому что Если ты не стоишь То есть если стоишь На месте Знаешь как Это правило У кого-то было По-моему Генерального директора Какой-то крупной Американской корпорации Который В свое время Служил в армии И он оставил Навсегда Из армейской Службы Затвердил Небольшое количество Принципов Говорит Неподвижное мишень В нее всегда Легче попасть То есть Поэтому в бизнесе Двигайся Двигайся Делай 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 Вот то же самое Тогда будет тебя трудно Сбить с ног Совершенно правильно То есть Еще раз хочется уточнить У простых жителей Не будет возможности Вот прям попробовать Да Продукт сваренный По рецепту 73-го года Нет Очень ограниченная партия Нет Смотри внимательно Еще раз То есть мы Сейчас проведем опрос Посмотрим Насколько вообще Это интересно То есть сама тематика Это интересна Потому что там Сорт Бекин И ССА Насколько он интересен Но самая главная Рецептура Почему Это вещь Которую никто В России не выпускает То есть есть Какие-то отдельные Там на окраине Маргинальные примеры Кто-то пытался Все это заглохло То есть эта тематика В России не идет То есть пойдет ли она У нас на вятки Захотят ли люди Вопрос Очень большой вопрос Вот если люди скажут Что окей Мы хотя бы попробуем Хотя бы как-то Это интересно Ну там Там есть большие плюсы В плане содержания витаминов В плане питательности Там где-то интересно То есть это Оно отличается Именно от всех Остальных сортов Безалкогольного Разумеется Именно питательностью Именно содержанием элементов Да Да Оно темное? Ни в кое Вот и Следующее Оно не темное Не темное оно при этом Ты понимаешь в чем делать? Безалкогольное Да Дело в том Что темное Само все Аудитория очень маленькая То есть И заранее понятно Что делать специально Вот большую ставку На темное Ну это неразумно Просто Мы не Живающих не наберется В Кирове тем более А мы сделаем с коротким сроком Оно будет светлое Да Фактически Но при этом При этом Оно кардинально Будет отличаться От всего остального Вообще Что есть на рынке То есть Ну вот Сейчас мы будем смотреть То есть Мы будем запускаться Это конец сентября Ну максимум Начало октября То есть Когда все постматериалы Все будет готово Там Промоутеры Телефоны Лифты Автобусы Ну как всегда Да То есть Точнее как с зеленым Получилось То есть Все средства Оповещения И все средства Контакта с аудиторией Потом Где-то К середине К концу Октября Мы посмотрим На результаты И примем решение То есть Ну Я очень надеюсь Что все-таки Мы сделаем Что-то действительно Интересное Для людей Я чувствую Некий скепсис У тебя Личный Ко всей истории Чтобы Понимаешь В чем дело Я скептичен В каком плане То есть Я точно так же Скептичен был Когда запускали Зеленое 31 Я вообще Практически Скептичен Во всех Случаах То есть Я пытаюсь Сначала Разложить Тему Любую И найти В ней вещи Которые Не работают Которые Работают Плохо Или где Могут быть Неприятности Где Могут быть Трудности И вот Когда ты Мне предлагаешь Что-то Я первое Что вижу Это недостатки Понимаешь Ну Это свойство Характера Свойство Ума Не знаю И то же Самое Здесь Здесь есть Абсолютные Выигрыши Есть абсолютные Вещи Благодаря Которые Мы прыгнем Вперед И есть Вещи Которые Таят В себе Опасность То есть Опрос Нам покажет Насколько Эта опасность Реалистична И насколько Мы можем Ей принудить Все Давай еще раз Напомним Какие площадки Для социсследования Будут задействованы Чтобы люди знали Понимали Где можно будет Отдать свой голос Это телефоны Это промоутеры Это Естественно Сайт Голосовалка На сайте Это Соцсети Это Горячая линия Призаводе То есть Ну все практически Что мы делаем Так что если Где-то людям попадется Что-то вот такое О чем мы сейчас говорим Да В соцсетях Пусть они не пугаются Это вполне себе Серьезное исследование Отвечайте Отвечайте Запущенное Отвечайте Участвуйте Ваше мнение Будет учтено И поверьте Это в двух направлениях Сразу будет работать То что мне нравится И мне кажется Эта тема Все-таки не лишняя То есть Мы затрагиваем Во-первых Тема абсолютно Здорового Нормального Честного Правильного Патриотизма То есть Абсолютно То есть Тут никакого Развесистых клюков Нет То есть Абсолютный Патриотизм Раз То есть Тема Которая Она не Не может Повлиять На вкусовые Качества Не может Повлиять То есть Если напиток Тебе не нравится Ну хоть ты будешь Четырежды Там освещенный Патриархом Там всеми Генсеками Не знаю Вождями Президентами Это все равно Не пойдет Это неправильно То есть Убеждать человека Потреблять то Что на самом деле Не является Хорошим продуктом Это бред То есть Поэтому Вопрос следующий Вот у нас Есть патриотизм И есть качество Продукта Если качество Продукта И вот эти Патриотические вещи Они совпадают Да Тогда мы выберем Тогда это крайне интересно Ты сказал Мини Да Производство Крафтовое Да Выпустили эту Пробную партию 30 литров 30 литров Это даже не крафт Я не знаю Ну да Мини такой Мини Микро Нет я к тому Что в целом Основное производство Вот то самое большое Это оно готово будет В случае чего Выпускать этот Безалкогольный сорт Конечно И технология похожая Да Все в лучших Все в лучших традициях Технологически Отличаются только Или тоже есть нюансы Технологически Отличаются только Одним тем Что Сортом совода Который мы добавим Конечно То есть фактически Все будет Нет Разница будет Только Нет Я имею ввиду По дням Прожение Нет Володь От этого От семи стадий Четырех ингредиентов Которые есть в пиве Мы отходим Безалкогольным Разумеется Мы отходить не будем Бель вода Солод дрожжи Да Все Все Вот так по новому сорту Я думаю Что и название И ингредиенты Предполагаемые Я смогу озвучить Через недельку Хорошо Конечно же Мы будем возвращаться К этой теме Еще раз напомним Нашим слушателям А теперь у нас Подошло время Небольшой рекламы Полторы минуты И мы вернемся Группный план Владимир Маматов Пресс-секретарь Компании Веть Именно здесь И сейчас Мы беседуем Именно с ним Вот о чем Хотели мы поговорить В течение ближайших 12-13 минут Это вопрос Централизованного Приема тары Да Мы об этом говорили Минимальная розничная цена На безалкогольные Мы об этом тоже В предыдущих передачах Упоминали И то о чем Мы впервые заявили В прошлой передаче Это приказные Изба Слушай Я предлагаю Об этом сейчас поговорить Потому что я видел Достаточно большой Отклик в социальных сетях СМИ Наши кировские Растиражировали Широко эту штуку В соцсетях Ты знаешь Я видел больше Каких-то положительных Таких высказываний И комментариев Ну были там Конечно Из разряда Сейчас я вам Говнеца добавлю Извините меня Пожалуйста Да вот Там Вятич превратит Опять это все В какую-нибудь Извините Ну Не хочется Там нехорошее слово Сейчас Использовать Ну вот превратит Он короче В непонятно что Эту 211-101 Номер телефона Не озвучили А есть звонок Добрый день Вы в прямом эфире Как вас зовут? Добрый день Меня зовут Вячеслав Да Слушаем вас В вопросе к Владимиру Где-то две недели назад Я задавал вопрос По поводу Что у ячменного У бутылки С винтовым горлышком Обычно кромана пробка Да Я помню его Ага И вот хочу вдобавку По этой По этой Именно По марке этого пива Разошел я После этого эфира В магазин И стал смотреть еще И там заметил Ну как бы давно Замечал на этой бутылке Гравировки такие А потом Посмотрел внимательней И на этом На этой бутылке Ячменного Четыре гравировки Такие одинаковые Животного Рогатого Козла Сравнил я С пивом И тоже С известным Которого Называется Не буду называть Все прекрасно понимают И бутылки Идентичные То есть У них понятно У них название такое И гравировка такая С козлом Почему вы используете На своем пиве Такую точно Такую же бутылку Ну это вообще Выбивается Это у вас бутылка Из всего ряда У всех идут стандартные Там эти бутылки Стеклянные Без винтовых горлышек С обычными пробками По 0,5 А вот это идет такая Ну это Для меня это было шоком Так давайте сейчас Как коротко Вячеслав уличил Вятич В том что бутылки У другого известного Да Идентичны бутылкам В которых разливается Безалкогольный Еще раз Напоминаю Это трагичная Сорт от Вятич Трагичная новость Это страшное известие О том что Вятич принимает Бутылки из-под козла И наливает Него ящменное Я согласен Это вообще Никакие ворота не лезет Особенно учитывая то Что наливается Хорошее пиво Безалкогольное Разумеется То есть Вопрос Продукт нравится Или нет Потому что Мне продукт не нравится Ну и все Вячеслав То есть дело в том Что мы не можем Обеспечить себе Объему тары Который Который без гравировки Собирать Нет Я с вами согласен Потому что У вас вся линейка Идет в нормальных А вот только эта Марка в этой бутылке Ну Вы знаете Для того чтобы Сделать вывод О том что Вся линейка Такая А это такое Ну надо обойти Минимум Сколько у нас 3000 торговых точек В Кирове Или хотя бы Поселиться на складе И проанализировать Продукцию склада То есть ты уверяешь Что не вся линейка Есть обычные бутылки Без этих гравировок Гравировок Совершенно правильно Ну не было У ребят Просто тары Они принимали Бутылки Из-под козла Ну хорошо Я согласен Брендом Ладно бы была Другая Но вот бренд Этого козла На ваших бутылках Гравировка Вячеслав Я согласен Что это плохо Вот ничего хорошего Я в этом не вижу Но это не критично То есть это вот Те шероховатости Недочеты Которые Ну возникают При производстве А что с ними Сделаешь Будет Будет Объем нормальный Вот той самой Оборотной тары Прониматься Будет у нас Как-то экологическое Ну сейчас Со сбором Ну вот я вас подвел Как раз Да Да Ну да Придется нам Все-таки Сейчас про тару Спасибо Спасибо за звонок Приходится про тару Поговорить Про приказную избу Все-таки оставить Нужно будет времени Потому что хорошо Зашло в прошлый раз Надо продолжить Ладно То есть Ты вот сейчас Прямо сто процентов Тут ситуация банальная Просто бушную тару Взяли и разлили туда Ну совершенно правильно Все Володь По приему тары Есть вот один простой подход Все они как раз С утра обсуждали Один простой подход Это Сети Которые расположены В Кирове Все магазины Абсолютно сетевые Обязаны принимать Ту посуду В которой Они товар продают Пусть принимают Полиэтилен Пусть принимают Стекло Пусть принимают Банку То есть При каждой этой сети Должны быть пункты Которые ее принимают Или же Они организованы Администрацией Административным ресурсом И Сеть просто Оплачивает Этот сбор Раз То есть Для того чтобы Просто сбросить Финансовые Все затраты С региона Или же Сама сеть Это делает Без разницы Как и кто Это организует Это вопрос Технически Договориться И тут мы Упираемся С размаху С разбегу Лбом Со всего Маху Мы бьемся В железобетонную Стену Нашего регионального Правительства Которая Как в общем-то Не чесалась Так и не чешется И я не представляю Всей ситуации Когда она начнет Чесаться Вот просто не представляю То есть разговор Допустим Вчера шел О том Что ну вот Если будет Новый губернатор Да Потому что Разговор о том Что Игорь Вадим Я сейчас себе представил Просто фразу Вырванную из контекста Маматов пожелал Чесоткой заразиться Боже Это у тебя Пандемистическая Видимо Да уже Ну идиотизм Такой На фоне Пандемии Прорастает Так вот Был разговор о том Что Игорь Вадим Собирается у нас И там В телеграм-канале Писали Что он По состоянию здоровья Просят Еще что-то То есть И разговор шел О том Что у нас Произойдет Если Все-таки В Москве В кадровом резерве Есть очередной Молодой технократ Вот как Бричалов Допустим В Ижевске В Удмуртии В Удмуртии Естественно Вот нет ли Такого человечка Там Которого поставили Вместо Васильева Может быть Он раскрутив Бакировского Я Очень сомневаюсь Потому что Тогда надо Команду Сильную Тогда нужно Команду Привозить с собой То есть Это вопрос Опять кадровый И сбор тары Вот Не будет этого До тех пор Пока подход Не поменяется То есть Когда Ну Вот Слушай Давай конкретно Чего от правительства В этом отношении Требует Вятич Решение Мы не требуем Как мы можем потребовать А потребуйте Кто вам мешает Ну да Напишем письмо Правительству Троицу Мы Челом бьем О господи Чего Тут Чего-то уже Разбито давным-давно Били-били Не добили Фигня Извиняюсь За почти Непарламентское выражение Фигня В другом То есть Вот это Меня бесит Вот Просто бесит До корней То есть Когда у тебя Стоит На территории Завод Который у тебя В казну Каждый год Одних акцизов Вкидывает Пятьсот сорок три Миллиона Да И это Девятнадцатый год Не самый урожайный год На акцизы Понимаешь То есть Вкидывает тебе Пол лярда Минимум Да И еще налогов Там миллионов Триста Четыреста Остальных То есть Грубо говоря Завод Вкидывает Лярд Вот просто Ничего не прося Ничего не делая Вот просто Дойная корова Стоит у тебя В саду И она тебе Приносит Вот столько И при этом Когда возникает Вопрос Ребят Помогите нам Немножечки Вот там Вот там Помогите Причем Не требуется Никаких фантастических Усилий Просто Немножечко Поработать Понимаешь То есть Засучить рукава Как бы Подойти к станку И запустить его Все И это Не многомесячная Страшная Там Война Это Ничего похожего Это административный ресурс Решит этот вопрос Там за месяц Вот Что по сетям Да И красные И белые И магниты Пятерочка Никаких проблем Чтобы застроить Эти сети Как сделали Татары Да Или как Сделали В пенсии Нету Там просто Нужна политическая воля Нету Политической воли Нету Зачем Когда у тебя Приходят Распильные Абсолютно Прости господи Меня опять За прямоту Распильные вещи Типа дорог Там еще Что-то Да Мы все Прекрасно Понимаем Как эти проекты Будут реализовываться Там даже думать Не надо То есть люди Хоть немного Соображают Они прекрасно Все понимают Вот эти проекты Правительству Очень нравятся То есть сразу Возникает куча Заинтересованных Лиц И мусорные полигоны Там миллиардные обороты Да И дороги Миллиардные обороты Вообще здорово Да Ну А вот когда вопрос Касается о том Чтобы Самим что-то Да То есть Не в кармашек Свой положить Да По-русски говоря А реально поработать Этот вопрос исчезает Подожди Я все-таки Не допонимаю Чего именно Это правительство Должно сделать Распорядиться Не знаю Выстроение Централизованных Пунктов Что ли При прием Они просто Создать Централизованную Сеть При прием Обозначить Так же с сетями Эту ситуацию А ну то есть Вот есть у нас Программа По раздельному Расходу По раздельному Сбору Мусора Которая начала Якобы тестироваться В этом году То есть Сделайте программу По Да Цивилизованному Сбору Тары Володь Все что для этого Требуется Это просто Чтобы правительство Вызывало на ковер Представителя Торогого сетей И объяснило Ребят Вот со следующего месяца Вообще не волнует Как вы это сделаете Что вы будете делать Сделайте вот так Так И так Все Или же У вас возникают проблемы Проблемы Зависящие от нашей Юрисдикции От нашей Отношений с нами И так далее И так далее Все Достаточно один раз Ударить кулаком Постову И объясните Откуда растут ноги У самолетов Я тебе Ручаюсь Что в торговых сетях Здравые Нормальные люди Они прекрасно считают Деньги Они посчитают Сколько им принесут Неприятности Минусом И посчитают Сколько они потеряют Если примут Они поймут Что одно Перевешивает второе И сделают так Как надо Это огромный плюс Бюджет Никаких Катастроф С торговыми сетями Не произойдет Для потребителей Это и то И то Просто прекрасно То есть Все выигрывают Ну кроме торговых сетей Но они выигрывают Так на самом деле Если люди Наши люди Не очень хорошо понимают Что большинство товаров Которые ты видишь в магазине Это 50% на оценки торговой 50% Ну я Держу эту цифру в голове Когда прихожу За продуктами То есть Можно себе представить Сколько на самом деле Выкачивают денег Из региона Простите Потому что торговая сеть Рюздика И у нее не кировская Вот эта торговая сеть Сколько она выкачивает Из региона Можно себе представить То что они будут Тратить на сбор посуды На экологическую программу И то что они будут Ставить вятич нормально Им поверь мне Это капля в море Для них это небольшие потери Они могут это тянуть Вот весь разговор По поводу тары По поводу продукции По поводу отношений Отношения с сетями Правительства Вятича и сетей Это Я не знаю Что с этим делать Потому что Вот чем дальше Тем больше я убеждаюсь В том что Просто разговоры Просто слова На людей не действуют Ну а вятич уже В свою очередь Будет готов принимать Весь объем Собираемой Мы сейчас готовы И принимать И перерабатывать Пластик Но ты говорил И пластик переработка И стекло В смысле Стекло Это повторное использование Возьмем Поставим установку Будем перерабатывать Пластик До бога ради То все Если все это будет Проходить в рамках Общей экологической программы Если все это будет Нормально работать Не проблема Но пока Пока Никаких подвижек В этом направлении Незаметно Глаз у пьющего пустыни В одном Так У нас подходит К завершению По сути-то дела Время общения С Владимиром Маматовым Про приказную избу Мы так и не Не успеем поговорить Потому что буквально 30 секунд Интереснейшая тема Интереснейшая тема Я понимаю Нет Отклик Я повторяюсь Отклик очень хороший Мы следующую Во-первых Программу начнем С приказной избы Потому что Крайне интересный проект Вяческим заинтересован Мы сделаем Действительный музей Вот это Видел отклики В социальных Я видел Они меня Они тебя порадовали Приятно удивили Потому что на фоне Кировской привычки Хаять Зворадствовать Это было Очень позитивно Я думаю Что вот Следующий Мы с приказной Начнем Обрисуем На самом деле Ситуацию Потому что мы К этому времени Напишем письмо С вопросом Как раз Не могут ли люди Мне звонил Директор Кривеческого Правительство Да Директор Кривеческого Музея звонил То есть с их стороны Тоже интерес есть Я очень надеюсь Что с приказной Избой Мы все-таки решим Все Будем разговаривать Подробно Уже в следующий раз В следующий вторник 13 часов Владимир Маматов Пресс-секретарь Компании Ивятич Прощаемся Ненадолго До свидания Всего доброго Крупный план Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok